Нет пешехода, есть проблемы. Так считают жители поселка Сахалин, которым приходится изо дня в день нарушать правила дорожного движения. Как говорят жители, идти по обочине, где нет тротуара, проблематично. Летом в песках застревают колеса детских колясок, зимой передвигаться мешают сугробы. Поэтому поход за водой на колонку или на детскую площадку непременно сопровождается нарушением. Впрочем, это не единственный недостаток в микрорайоне. В перекрестках проблем. Так назвали жители поселка Сахалин пересечение улицы с 60 лет октября и небольшого проезда. Проблем, по мнению жителей района, здесь две. Нет пешеходного перехода и тротуара с левой стороны. Ходить по песку, летом по рыхлому, коляска не едет, потому что я ее качу одной рукой коляску, другой велосипед, потому что у дороги детей не отпустишь. А зимой здесь не чистят. По снегу, по сугробам, естественно, не полезешь по этим буеракам. Ну, походится либо нарушать пешеходный переход, проходить где-то по дороге аккуратно, либо же как-то идти у края дороги. Но это опасно. Нарушать приходится и тем, кто идет за водой на колонку. Катить тележку с канистрой по песку неудобно. Поэтому перебегают через дорогу на противоположную сторону и идут по тротуару. Так же поступают и дети, которые сокращают дорогу по пути в пятую школу. В апреле месяце мы обратились в городскую администрацию, но так как дорога здесь идет федеральная, городская администрация переслала наше письмо в округ. И округ после долгих разборов нам отказал. Здесь пешеходный переход делать, во-первых, нецелеобразно, потому что у нас есть два пешеходных перехода на столине. Расстояние между ними должно быть 200 метров, а у нас тут только 130-150 выходит. Мы обратились в централизованный стройзаказчик, который занимается проектированием окружных дорог. Там пояснили, улица 60 лет октября будет реконструирована и приведена в нормативное состояние. То есть пешеходные дорожки будут построены. Реализация проекта намечена на 2018 год. Что касается «Зебры», в этом вопросе жители могут проявить инициативу. «Проект на реконструкцию у нас заказан. Дороги на Лимар-Искателе. Пилотный экземпляр к нам поступит и рассмотрим это обращение. Надо, чтобы обращение к нам было написано от жителей по этому вопросу. Рассмотрим». «То есть им нужно коллективное обращение написать?» «Можно даже коллективное написать, либо просто от человека. Мы среагируем». Еще одно нарушение волнует жителей района Сахалин. Детская площадка у дома 68А. Она не имеет мягкого покрытия. Элементы расположены близко друг к другу, что может привести к травмам. «Площадка не выдерживает никаких норм, потому что все скучно. И карусельки, и сама детская площадка. Если дети катаются на ней, то в любой момент могут упасть и пораниться, нанести себе травму. Покрытия никакого нет. Песок». Как нам пояснили в управлении градостроительства Наринмара, площадка изначально не предусматривала мягкого покрытия. Она перенесена из другого места и установлена по устаревшим стандартам. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта предлагает родителям участвовать в проекте формирования комфортной городской среды. «Есть специальный проект благоустройства комфортной и городской среды. Возможно, стоит пойти именно по этому принципу. То есть сказать, что они хотят, объяснить, какое им необходимо денежное содержание и уже предоставить свой проект в общественную комиссию по благоустройству городской среды». Территории, которые будут благоустроены в 2018 году, уже определены и рассмотрены общественной комиссией. Однако горожане могут подать заявки на включение общественных и дворовых территорий в муниципальную программу благоустройства на 2018-2020 годы. Предложения принимаются до 30 ноября. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север».